Здравствуйте! Сегодня Космодром Геймс расскажет вам о настольной игре на корм рыбам. Капитану пиратского корабля слегка надоела криворукость своих подопечных, и он решил, что пришла пора провести некоторую оптимизацию штата. В общем, иначе говоря, всем бездельникам было предложено прогуляться по доске. Но капитан решил, что оставит на борту тех, кто докажет на деле, что они все еще не столь безнадежны. Перед началом игры нужно выбрать одну из двух сторон игрового поля. Например, океанскую пучину или же космические просторы. Затем нужно расположить рядом с изображением корабля три элемента доски. Деревянные, если вы выбрали океан, или же металлические, если вы выбрали космос. Далее игроки берут тех пиратов, цвет которых им больше нравится, ставят их на корабль и получают все карточки этого цвета. Первого игрока определите случайным образом и выдайте ему талисман капитана. Теперь можно начинать играть. Ваша цель любыми путями выталкивать с края доски пиратов соперника и при этом стараться сохранить своих. Игра проходит в несколько раундов. В начале каждого игроки тайно выбирают три карты с руки и кладут их перед собой лицевой стороной вниз в том порядке, в котором они их будут разыгрывать. На картах изображены различные действия. Можно толкаться, подпиливать или приколачивать доски, двигать своих пиратов и другое. Более подробно на картах мы остановимся чуть позже. После того, как все игроки закончили выбирать карты, участник с талисманом капитана переворачивает свою первую карту и выполняет ее действие. Если действие может быть выполнено, оно обязательно выполняется. Затем следующий игрок по часовой стрелке разыгрывает свою первую карту и так далее. После того, как каждый разыграет первую карту, игроки точно так же разыгрывают свои вторые, а затем и третьи карты. Разыграв все выложенные карты, игроки возвращают их обратно себе в руку, за исключением карт вот с таким символом. Эти карты нельзя разыгрывать два раунда подряд, поэтому они остаются лежать перед игроком лицевой стороной вверх до конца следующего раунда. Именно тогда они и вернутся на руки своих владельцев. И в завершении раунда игрок с талисманом капитана передает его следующему участнику против часовой стрелки, то есть своему соседу справа. Он начнет следующий раунд. Получается, что тот, кто ходил последним в текущем раунде, будет ходить первым следующим. Те, у кого не осталось живых пиратов, выходят из игры. Игрок, потерявший последнего пирата, больше не разыгрывает карты в текущем раунде и не участвует в последующих. Некоторые карты, действия которых подразумевает соседа слева или справа, применяются на следующего в порядке хода игрока с живыми пиратами. Выбывший игрок не учитывается. Игра заканчивается, когда в живых остаются только два пирата. Или меньше. Или когда в живых остаются пираты только одного цвета. В обоих из этих случаев оставшиеся игроки продолжают разыгрывать свои закрытые карты. Последний раунд доигрывается до конца. Выжившие после последнего раунда участники получают право вернуться в команду капитана и объявляются победителями. В игре побеждает кто-то один, если к концу последнего раунда в живых остаются только его пираты. От одного до трех. В игре побеждают сразу двое участников, если у каждого из них осталось хотя бы по одному живому пирату. Если же таковых не имеется, а такое тоже бывает, значит на этот раз в игре победителей нет. Давайте теперь рассмотрим те карты, с помощью которых нам и предстоит бороться, ведь знание своих возможностей это уже половина успеха. Карты подтолкнуть левого и подтолкнуть правого. Один из ваших пиратов толкает пирата, принадлежащего вашему соседу, справа или слева, в зависимости от того, какая сыграна карта. Ваша жертва перемещается на одно деление по направлению к краю доски, или прямо к акулам на обед. Чтобы толкнуть пирата-соседа, ваш пират должен находиться на одном с ним делении. Если делений с вашим и соседскими пиратами несколько, вы сами выбираете, какой ваш пират будет действовать. Если делений, на которых одновременно находились бы ваш пират и пират-соседа нет, эффект карты не действует. При определении соседа, выбывшие из игры участники не учитываются, и если в игре вас осталось всего двое, то карта «Подтолкнуть левого» действует аналогично карте «Подтолкнуть правого». И эта карта никогда не действует на сыгравшего ее игрока. Подтолкнуть любого. Эта карта аналогична двум предыдущим, но позволяет переместить любого пирата, находящегося на одном делении с вашим, на одно деление по направлению к краю доски. Если вы можете подтолкнуть только своего пирата, например, если ваши пираты единолично занимают одно из делений, вы обязаны это сделать. Приколотить доску и подпилить доску. Приколачивая доску, вы выкладываете новый фрагмент доски между последним фрагментом и акулами. При этом доска никогда не может быть длиннее трех фрагментов. Если их уже три, карта попросту не действует. Подпиливая доску, вы убираете последний фрагмент доски. Все пираты, находившиеся на этом фрагменте, падают в океан и тут же погибают. Полностью спилить доску нельзя, поэтому карта не действует, если на столе остался лишь один фрагмент. Подтащить к морю и подтянуть к кораблю Один из ваших пиратов либо подтаскивает другого пирата на одно деление по направлению к акулам Или подтягивает его на одно деление по направлению к кораблю Две эти карты не действуют, если другого пирата нет Иными словами, если все ваши пираты стоят по одиночке Решить по ходу Переместите одного из своих пиратов на одно деление по направлению к акулам Или на одно деление по направлению к кораблю Если все ваши пираты находятся на корабле, кто-то из них обязан переместиться на доску. Не хочу к акулам. Переместите одного из своих пиратов на одно или два деления по направлению к кораблю. В отличие от карты решить по ходу, эта карта не действует, если все ваши пираты находятся на корабле. Поддать жару. Один из ваших пиратов перемещается на одно деление по направлению к акулам, а затем подталкивает любого другого пирата с этого нового деления на одно деление в том же направлении. Если на новом делении нет других пиратов, ваш пират все равно делает перемещение, но никого не толкает. Если на новом делении находятся только ваши пираты, вы толкаете одного из них. Также этим действием вы можете случайно спрыгнуть с доски. Я уже говорил, что пираты не блещут умом. Обратите внимание на значки внизу карты. Поддать жару можно только своей второй или третьей картой в раунде. Карта поддать жару не действует, если вы разыгрываете ее на своем первом ходу в раунде. Если вы захотите взять с собой игру в дорогу, но нет желания или возможности вести с собой всю коробку целиком, то вам поможет наш небольшой сундук для путешествий. Положите в него 50 карт, 15 пиратов, 3 жетона доски, талисман капитана и хорошее настроение. Во время игры используйте сундук вместо корабля. Выставив в начале игры всех пиратов на него. Это все, что мы хотели рассказать вам о настольной игре на корм рыбам. Компания Космодром Геймс желает вам ярких впечатлений и незабываемых партий. До новых встреч!